МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ В прямом эфире новости ОТС. Сегодня понедельник, 7 декабря. В студии Ангелина Леденева. Здравствуйте. Четырехлетний ребенок погиб сегодня в детском саду в Новосибирске. Во время прогулки девочка залезла между ступеней металлической горки и задохнулась. Наши корреспонденты выясняли подробности шокирующего происшествия. Она сюда зашла, вот так зашла на голову и посмотреть хотела. Потом она позвала в питательницу. Она кричала? Что кричала? Что надо ей спасти. А когда ее вытащили, что после с Викой было? Она заснула. Трагедия случилась во время утренней прогулки. По словам детей, воспитатель в это время стояла неподалеку, разговаривала по телефону. На крики она тут же подбежала к ребенку и вытащила его. Но было уже поздно. Сейчас ведется следствие. Предварительная причина смерти девочки – механическая асфиксия. По данному факту, следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Принимаются меры к опросу очевидцев, установлению всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. А пока персонал пишет объяснительные. Воспитатель от комментариев отказалась. Но родители ребят, которые ходят в эту же группу, утверждают – нареканий никогда не было. Вообще воспитатель очень замечательный. Кристина Киробовна, она, мне кажется, один из лучших преподавателей в детском садике. Мы ходим вот уже не первый год, как говорится, практически в основании садика. И Кристина Киробовна – это просто находка. В группе, где произошел несчастный случай, на одного воспитателя 25 детей. По словам специалиста отдела образования, это норма. Воспитатель один и работает с группой. В две смены работают воспитатели. Одна с утра работает, вторая после обеда. Один воспитатель находился на работе, на своем рабочем месте. Это штатный режим? Штатный режим. Что это – несчастный случай или халатность персонала – выяснит следствие. Воспитателя временно отстранили от работы. Елена Мирошниченко, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Новости ОТС. Мирошниченко, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Напомню, квартиры по этой программе строятся с возможностью дальнейшего выкупа. Проект создан для того, чтобы дать возможность разным слоям населения приобрести недвижимость. Если мы среагируем законодательным актом, который позволит сформировать предпосылки для создания благоприятных условий по аренде, мы тем самым поддерживаем застройщиков. Документ достаточно продолжительное время обсуждался в разных подразделениях. Субъекта, скажем, мы нашел поддержку. В окончательной редакции, скажем, документ с ФРО, он предлагает подтверждение на проекте. Прошу поддержать. Новосибирский клинический центр крови признан лучшим в стране. Наталья Цопина встретилась сегодня с теми, от кого каждый день зависит спасение жизни. Сегодня просторный операционный зал. Еще недавно необходимое оборудование было разбросано по четырем разным кабинетам. Теперь на новейших анализаторах трудятся всего два специалиста. Ручной труд отходит уже на задний план. В основном это работают сейчас анализаторы. И это очень важно, потому что, когда работает человек, вероятность ошибок гораздо выше. Технологическое оснащение обеспечивает максимальную безопасность. А наполнить банк крови помогают доноры. Пять шестых возвращаются. Это очень высокий процент повторного донорства. И с каждым годом их становится все больше. А возраст снижается. Средний – 35 лет. Я сейчас вот за эти годы вообще одна молодежь. Ходит уже одна молодежь. Я уже их даже некоторых и не знаю. Хотя работаю беспрерывно здесь. Я даже многих не знаю. Везде молодых очень много. Вообще так здорово вообще стало. Эффективное применение препаратов крови в клиниках, развитие безвозмездного донорства в России – это лишь некоторые из критериев, по которым центры крови страны оценивали на Всероссийском форуме. Причем лучшее учреждение определяло не жюри, а все участники. В финал вышли пять центров. И наш набрал 50% голосов. Это еще раз доказывает, что мы на самом деле создали вот ту эффективную модель управления, работая непосредственно в центре крови, взаимодействие с лечебными учреждениями, работа по привлечению донорских кадров. То есть вот, ну, сегодня мы лучшие. Это очень приятно. Хрустальный кубок и диплом лауреата теперь в копилке центра. Работники учреждения и сами регулярно сдают кровь. А 60 из 140 сотрудников носят звание почетного донора России. Наталья Цопина, Александр Ведерников, Новости ОТС. Против начальника управления науки и промышленности мэрии Новосибирска Николая Терехова сегодня возбудили уголовное дело. Напомню, чиновника задержали в субботу сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом. Терехов подозревается в получении взятки в размере полутора миллионов рублей. Сейчас чиновник находится под арестом. С октября 2014 года он возглавлял управление промышленности, а до того руководил Кировским районом. Год назад вступил в партию КПРФ. К другим темам. Российская валюта самая твердая. Так считают авторы Стеллы, которая посвящена именно рублю. И неудивительно символ высотой в полтора метра. Вовсе не деревянный, а позолоченный. Елена Медведик о материализации денег. У этих ребят весомый повод для веселья. Они пробуют увековечить рубль. Теперь в центре Новосибирска стоит золоченный денежный знак. Двухметровую стеллу водрузили на постаменты и украсили табличкой. Твердый рубль, великий народ, сильная Россия. Так как мы занимаемся бизнесом, торгуем с зарубежными партнерами, с Европой, с Китаем, с Россией, то для нас курс национальной валюты очень важен. И мы приняли решение, что нужно сделать такой какой-то проект, чтобы он имел характер патриотический и однозначно влиял так или иначе на курс национальной валюты. В клубе единомышленников больше 50 человек. Все молодые предприниматели. Оптовые поставки, производство, розничная торговля, сфера услуг. У каждого свой бизнес. Теперь не только делятся профессиональными секретами, но и дружат семьями. Мы захотели сделать что-то такое, что будет стоять долго и всегда нам напоминать об этом событии, об этом времени, когда мы это делали. То есть это память на века. Мы выбрали этот символ в рублю, но определили, что это будет рубль. Дальше мы просто распределили, кто будет заниматься чем. У нас был один ответственный полностью за проект. Были люди, кто ответственны за какие-то этапы. Почти два месяца ушло на проект. Надо было собрать заинтересованных людей, найти необходимую сумму в 300 тысяч, согласовать место, подобрать материалы. Каждый этап непростой. Но теперь два памятных знака рублю красуются на улицах Барнаула и Новосибирска. Чувство счастья. Будет приятно видеть, что отечественная валюта поднимается в глазах соотечественников. Вам бы хотелось, чтобы такая стела и в вашем городе тоже появилась? Конечно, это поднимет престиж нашей валюты в глазах людей. Ребята уверены, стела привлечет внимание горожан и гостей мегаполиса. Рубль так или иначе станет твердой, непоколебимой валютой. А молодой предпринимательский задор и реальные дела пойдут на пользу российской экономике. Елена Медведик, Алексей Погудин, Новости ОТС. Лейтенант полиции Скоросука награжден за спасение детей. Он только что вернулся из Москвы с фестиваля «Созвездие мужества». Сергей Палашичев в июле 2015-го оказал первую помощь 9-летней Насте и 10-летнему Роману, которые пострадали от удара молнии. Быстрая реакция старшего лейтенанта, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание спасло жизни детей. Это новости ОТС. Мы работаем в прямом эфире. Смотрите далее в выпуске. Ну, они иногда сами хотят. Хотят вот эти костюмы, хотят улыбаться, хотят, чтобы им хлопали, а иногда прям боятся, переживают. С приходом нашей девочки, у нас вообще все в пор не изменилось. У нас дом расцвел. Жизнь вообще изменилась. И вообще чувствуется счастье в доме. Нужно мужчинам, допустим, скидать на тележку 240 килограмм, это мешки с песком, и возить их в одну в другую сторону отрезками между ними, еще и выполняя подъемы силы на перекладине. 52 ребенка усыновили жители области за год, а еще 600 семей оформили опекунство. И уже несколько лет подряд для тех, кто решил стать приемными родителями, устраивают специальный праздник. Борис Киргенеков о том, что чужих детей не бывает. Чита Афанасьевы с дочкой Жанной пришли на праздник одним из первых. У супругов уже взрослые дети и есть внуки. Четырехлетнюю Жанну забрали из детского дома в апреле. Теперь без слез говорить об этом не могут. С приходом нашей девочки, у нас вообще все в корне изменилось. У нас дом расцвел. Жизнь вообще изменилась. И вообще чувствуется счастье в доме, солнце в доме. И дети выросли, все стали жить отдельно. А Жанны нам, конечно, не хватало. Мы долго к этому шли, лет 7, наверное. И я думаю, что хорошо, что мы к этому все-таки пошли. День усыновления общественная организация День АЭСТа проводит пятый год подряд. Для малышей и их родителей фотосессии, аквагрим, шоу мыльных пузырей и другие развлечения. На празднике не только те, кто создал приемную семью в этом году, и много уже и опытных усыновителей. За 10 лет желающих принять ребенка в свою семью, на такую форму семейного устройства, как усыновление, стало, несомненно, больше. А вот детей, которых можно усыновить, стало меньше. Ну, наверное, это хороший результат. Мы к десятилетиям подошли с цифрами, в нашу школу прошли около двух тысяч человек, и детей приняли практически половину, то есть тоже уже подбирается к тысячам. Когда выяснилось, что нас оставила, биологическая мама, нас отправили в детский дом. Это кадры из фильма об усыновлении. Его показали гостям перед концертом. История, рассказанная детьми, которые брали счастье в приемной семье. Знакомая каждому в этом зале. Я уверен, что лучше, чем детский шум, детский разговор, ничего нет. Я уверен, что из этих маленьких ребятишек вырастут порядочные, умные люди, патриоты нашей Родины. Благодарственные письма от имени губернатора вручили меценатам, волонтерам и всем, кто постоянно помогает рабочей прессной организации День Аиста. А завершился день усыновления праздничным концертом, лейтмотивом которого была мысль о том, что детская сказка не кончается. Никогда. Борис Киргенеков, Александр Егоров. Новости ОТС. А для одиноких пенсионеров в Новосибирске открыли благотворительную столовую, бесплатный обед, кружки и концерты. Ксения Бородкина побывала на социальной кухне. Алла Валентиновна работает поваром в благотворительном центре 19 лет. Все эти годы она готовила еду для детей, но теперь будет кормить и взрослых. Сейчас оставляет меню. Подавать планируют три блюда. Первое, второе и десерт. Больше упор на овощи, также рыба. Мяса не так много будет, поменьше. Раза два в неделю. И выпечка также будет присутствовать. Но я думаю, что можно простые блюда готовить очень вкусно, потому что это будет не дорого, но вкусно. Столовую открыли в Кировском районе Новосибирска. Только посетители здесь необычные люди. Она рассчитана на пенсионеров, оказавшихся в трудном финансовом положении. Здесь для них все бесплатно. Воплотили в жизнь такой проект при благотворительном католическом центре. Как хорошо получается, что здесь, в данный момент, где мы сейчас с вами находимся, это центр для мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Здесь живет более-менее 20 семей. Это мамы с детьми. И буквально за стенкой у нас будут приходить старички покушать. И наша мечта такая, что когда-нибудь эти бабушки одинокие, эти мамы одинокие объединятся. Начнут друг другу помогать. Обед будут подавать здесь с часу до двух. А дальше посетителей ждет культурная программа. Шахматные кружки и домино. Просмотры советских фильмов. Ежедневно смогут накормить здесь 80 человек. Работать будут 5 дней в неделю. Сегодня здесь в честь открытия приготовили праздничный обед. Это и фаршированные яблоки, пирог с луком, различные бутерброды и выпечка. Но завтра столовая заработает в обычном режиме. В меню завтрашнего дня щи со свежей капустой, овощной рагу и выпечка. Чтобы попасть в эту столовую, пенсионерам будут выдавать талоны. Получить направление можно в соцслужбах города. Кроме того, обязательное условие для всех – флюорография. В планах благотворительной организации проводить доставку сюда нуждающихся на автобусах. Ксения Обороткина, Борис Гладких, Новости ОТС. Тысячи зажженных лампад и мантры на тибетском языке. Сибирские буддисты отметили один из самых главных религиозных праздников. Елена Мирошниченко продолжит тему. Зулах Урал или праздник «Тысячи лампад». Почти шесть веков назад в этот день великий реформатор Тибета Джет Занкапа ушел в нирвану. Он начал медитировать, а через некоторое время предстал перед окружающими людьми в образе юного Будды. Сегодня этот день буддисты отмечают особым молебном. Служба идет на тибетском языке. А с наступлением темноты внутри и вокруг храма зажигают тысячи масляных лампадок. Когда темно в комнате, мы зажигаем огонь. И тем самым мы рассеиваем тьму. И подобно этому мы должны рассеять в нашем сознании мрак неведения, для того, чтобы препятствия увидеть, устранить. Сегодня зажечь лампады пришли несколько десятков человек. Данзан живет в Новосибирске уже более 20 лет. Но традиции предков не забывает. Считает, что каждый верующий обязан в этот день отдать дань духам. Мы все хотим избавиться от страданий в этой сансарии, то есть колесе прирождения. А вот это символизирует просветление нашего ума, взгляд вперед, освещенный этими свечами. Перед тем, как войти в храм, каждый гость вращает колесо перерождения. Считается, что если при этом загадать желание, оно обязательно сбудется. Кроме того, на территории храма стоят бурятские юрты, где каждый желающий сможет не только познакомиться с бытом и культурой кочевых народов, но и попробовать национальное блюдо – буузы. Едят их руками. Похоже на наши манты. Издревле это считалось пищей богов. Буузами почивали лучших гостей. Сегодня без этого блюда не обходится ни один бурятский праздник, в том числе зула. Причем в этот день угощений должно быть особенно много. По преданиям, все умершие предки снова приходят в свои семьи. Еды должно хватить на всех. А зажженные лампадки горят до самого рассвета. В память о великом учителе. Елена Мирошниченко, Евгений Агеев. Новости ОТС. Он родился в Нью-Йорке, по происхождению русский, живет в Финляндии. А с гастролями объехал 90 стран. Старейший мим планеты сегодня выступает на сибирской сцене. Анатолий Харитонов узнал, как без слов рассказать потрясающие истории. Для 85-летнего Адама Дариуса тибетская поющая чаша словно будильник. На репетиции старейший мим планеты едва ли не клюет носом. Сегодня встал ни свет ни заря, уже в 7 утра давал интервью новосибирским журналистам. Делился впечатлениями от российского турне, рассказывал о спектакле, который, по мнению знаменитого актера, актуален даже спустя несколько десятилетий после первой постановки. Никаких слов, лишь танец и жесты, отражающие чувства главного героя. В основе сюжета – подлинная история жизни Мацуо Басё, великого японского поэта 17 века, выдающегося мастера жанра хайку. Пожар уничтожил его родной дом, Погорелец отправился пешком по стране. В роли многострадального путника Казимир Колесник Адам Дариус играет потрепанную ветрами душу Басё. Есть рамки – начало, середина, конец. Какие-то ключевые движения, во время которых актер должен оказаться в определенной точке. От этого зависит световая, звуковая партитура. А это всегда соблюдается и репетируется. Но во время спектакля, то есть между ключевыми точками, могут быть импровизации, потому что каждый раз актер несет со сцены новые впечатления и эмоции. Адам Дариус родился в Нью-Йорке в семье выходцев из России. Занимался балетом, учился у Анатолия Обухова и Ольги Преображенской. Со временем он выработал собственный стиль, объединивший элементы танца и пантомимы. С гастролями объездил 90 стран, был в Советском Союзе. В Ленинграде зрители вызывали знаменитого артиста на поклон 27 раз. Сегодня, кроме рассказа о жизни Мацуо Басё, Адам Дариус и Казимир Колесник представят новосибирской публике еще три захватывающих истории. Красная нить, которая проходит через три спектакля, это борьба человека с самим собой, стремление человека к саморазрушению. Второй спектакль – это пьеро в поисках любви, и в поисках любви он встречает невероятные потери и лишения. И третье – это желание личности идентифицировать себя, понять, как ей в этом свете жить. Сейчас Адам Дариус живет в Финляндии, в перерывах между гастролями пишет книги. Кстати, в одной из них, как заявил сегодня актер, скоро появится глава под названием «Пьеро в Сибири». Это рассказ о теплом приеме в городе Нааби. Анатолий Харитонов, Константин Менин, Новости ОТС. Международные юношеские конкурсы имени Чайковского ежегодно открывают новые имена и таланты мирового уровня, а в этот раз проходят в Новосибирске. Елена Медведик побывала на жеребьевке и познакомилась с юными дарованиями. Участники из 25 стран, больше 120 человек. У каждого за плечами масштабные музыкальные состязания, звания и награды, выступления в самых престижных залах. Их профессионализм бесспорен, однако стать лауреатом международного юношеского конкурса имени Чайковского – особая честь. Новосибирскую область представляют 11 человек. Конкурс серьезный, поэтому, я думаю, все очень сильные соперники, все хорошо подготовлены. Всемирный музыкальный форум впервые проводят в Новосибирской области. Но уже на этом этапе устроители благодарят за содействие. Практически идеально подготовлены на всех стадиях этот конкурс. Мы имеем право сравнить, потому что этот конкурс проводился во многих уже странах и во многих крупных городах. И, наверное, не только рекорды по численности стран, но и по качеству подготовки, безусловно, восхищение вызывают. Возраст участников от 10 до 17 лет. Юные музыканты радуют публику виртуозной игрой на скрипках, виолончелях или фортепиано. Программу подготовили сложную, теперь важно справиться с волнением. Садишься за ролей и нужно просто успокоиться. Организаторы уверяют, конкурс – это и поддержка одаренной молодежи, и приобщение к высокому искусству. Это очень важное событие как для музыкантов, юных музыкантов нашего города, которые, как я уже сказал, редко имеют возможность принять участие в таком масштабе в конкурсе, который проводят за рубежом или в столицах. Так он очень важен и для юных музыкантов, которые сейчас не участвуют в конкурсе. На все прослушивания мы пригласили вот прям целево учащихся школ искусств, музыкальных школ, детей, которые занимаются художественным творчеством. Девятый международный юношеский конкурс посвятили 175-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Будущих звезд мирового исполнительского искусства можно услышать и увидеть в Новосибирске и не только. Концерт 15 декабря будут транслировать онлайн на портале СибНовости. Ожидаемая аудитория – миллион человек. Елена Медведик, Алексей Погодин, Новости ОТС. Этот танец уже больше полувека исполняют на сценах, в клипах и просто в хорошей компании. Спортсмены из разных регионов России собрались в Новосибирске, чтобы принять участие в соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. Большинству из них еще нет и 10 лет. С юными танцорами общалась Алина Аверчук. Артему и Дарине выступать перед строгими судьями совсем не страшно. Несмотря на юный возраст – 7-8 лет, в паре они танцуют уже почти 4 года. Я думаю всегда, что все будет хорошо, что не надо волноваться, что все нормально. Хочу добиться первых мест и хорошо заниматься. Перед выступлением юных танцоров важно правильно настроить, ведь для некоторых это первый выход на публику. Важно, конечно, с малых лет начинать, чтобы они привыкали к этому, к соревновательному и так далее. Ну, они иногда сами хотят, хотят вот эти костюмы, хотят улыбаться, хотят, чтобы им хлопали, а иногда прям боятся, переживают, прям бывает до слез. Паника такая, на сцену выходить. Дуэты, смешанные пары, ансамбли – такой разный и захватывающий рок-н-ролл. От простых танцев до головокружительных акробатических поддержек в этом виде спорта можно дойти всего за несколько лет. Это своего рода контрольная работа той деятельности, которую дети проводят в спортивных залах. Очень важно. Это результат подведения каких-то итогов. По результатам этих соревнований формируется сборная команда этого региона для участия во всероссийских соревнованиях. Тех, кто вошел в число призеров Кубка, ждут новые чемпионаты. Те же, кому сегодня не повезло, не расстраиваются. Ведь главное в акробатическом рок-н-ролле – это не медали, а надежное плечо партнера. Алина Аверчук, Александр Егоров, Новости ОТС. Новый вид фитнеса – кроссфит – завоевывает все больше поклонников. Как проходят соревнования по функциональному многоборью, расскажет Кристина Лата. Вес этой штанги – 80 килограмм. Поднял, опустил и приступай к прыжкам на скакалке. Без остановок. Чем быстрее выполнишь комплекс упражнений, тем больше очков пойдет в личный зачет. Как признаются спортсмены, зачастую приходится перебарывать себя. Комплекс сложный. Сами движения не очень, но в своем сочетании они дают просто невероятный эффект. Здесь горит, слюни такие тягущие и хочется полежать. После пятой минуты уже приходится себя преодолевать на каждом комплексе, почти на каждой тренировке. Кроссфит, как спортивная дисциплина, достаточно молодая. 20 лет назад он появился в Америке и постепенно начал завоевывать мир. В России сейчас пик популярности. В городах открываются специализированные центры, а турниры по функциональному многоборью собирают все больше и больше атлетов. От детей до пенсионеров любой человек может заниматься, это готовит его в принципе к жизни. Мы выполняем функциональные движения, то есть те движения, которые используем в жизни. Мы не качаем отдельно какие-то мышцы, не прорабатываем их, как на тренажерах. У нас в каждом упражнении полностью включается организм. Елене 45 лет и она может дать фору многим молодым спортсменам. Женщина уверена, возраст не помеха для занятий кроссфитом и уже успела принять участие в нескольких международных соревнованиях. Уровень отличается? Конечно, нам еще далеко, но мы с 7-мильными шагами не приближаемся. У нас кроссфит достаточно молодой, ведь спорт там уже очень давно. Может быть нет навыков тренировочных. Сайбириан шоу-даун – единственный за Уралом турнир по кроссфиту такого масштаба. На территории новосибирского экспоцентра развернулась настоящая спортивная площадка. Участникам необходимо выполнить за определенное время комплекс. Это совокупность тяжелой атлетики, гимнастики и аэробных упражнений. Причем о том, что именно их ждет, спортсмены узнают только перед стартом турнира. Сегодня у нас вечером комплекс с тележками. Этого в России еще не было, когда им нужно, мужчинам, допустим, скидать на тележку 240 килограмм, это мешки с песком, и возить их в одну в другую сторону отрезками, между ними еще и выполняя подъемы силы на перекладе. В этом году турнир не досчитался нескольких именитых зарубежных атлетов, однако и среди российских кроссфитеров развернулась нешуточная борьба за призовой фонд порядка миллиона рублей. Кристина Алата, Константин Менин, Новости ОТС. На этом у меня все. В студии работала Ангелина Леденева. Увидимся. Праздник начинается. Грандиозные скидки на норку. От 50 до 90 тысяч рублей. И снова найдете то, что искали. Единственный государственный центр лечения наркологических больных. Квалифицированные специалисты. Анонимное лечение. Низкие цены. 367-0069. Квалифицированные специалисты. И 15 минут вполне достаточно. В ближайшие дни центр глубокого циклона уйдет на северо. Вместе с ним интенсивные осадки, хотя порывистый ветер сохранится. 8 декабря по прогнозу западно-сибирского метеоагентства в Новосибирске ожидается мокрый снег и метели. На дорогах снежные заносы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывы до 20. Влажность 85%. Температура ночью минус 5-7, днем от нуля до плюс 2 градусов. В последующие двое суток ожидаются мокрый снег и метели. Температура воздуха в среду днем 0,2, в четверг минус 2,4. На этом у погоди все. Я желаю вам всего самого хорошего. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!